11 сентября православные христиане вспоминают усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен старым Иродом во время пьяного пира. В день памяти этого скорбного события, вот уже на протяжении нескольких лет по инициативе православной церкви, священники совершают в храмах молебные пения, остраждущих недугом винопития и наркомании. Божественную литургию в Иоанна Предтеченском соборном храме совершил епископ Салаватский и Кумертаутский Николай. Он отметил, что асоциальные явления по сей день остаются актуальными и злободневными для общества. Очень страшно наблюдать такую картину, когда в семье глава семьи пьет. Но еще страшнее и ужаснее, когда пьет мать или жена, или сестра, а тем более если пьет ребенок. Это непостижимо ум. Это совершенно чудовищная картина. И в сегодняшний день церковь особо обращает и призывает нас совершить молитву, дать обет трезвости перед Богом, перед самим собой, перед нашими близкими, перед детьми или родителями. И, конечно же, это в первую очередь перед своей совестью. Во время субботней службы прихожане молились о помощи страдающим от пьянства, об ограждении от этого недуга близких и родных. Можно сказать, что это болезнь с сегодняшнего дня. И особо тревожно, что молодежь пристрастилась к этому зеленому змею. Поэтому то, что делается сегодня и со стороны государства, и со стороны церкви, с попыткой вытащить людей из этого плена, это очень актуально не только для нашего города, но и для всей страны. В честь престольного праздника был совершен крестный ход. Затем у алтаря участники общества трезвости приняли обет отказа от алкоголя. Дающий обет просит у Бога помощи и обязуется воздерживаться от употребления алкоголя, табака и прочих наркотических средств. Причем, не употребляя самому, нельзя предлагать это и другим. Почему я принял этот обет? Из любви к Богу, я бы сказал. Я православный христианин, верующий человек. И я хочу этим обетованием подтвердить свою любовь к Богу. Мы люди, которые не одержимы этими страстями, не в такой мере, как некоторые другие, некоторые другие члены нашего общества. Мы принимаем его в основном с целью пропаганды. Для того, чтобы продемонстрировать, что есть такое средство, к которому можно прибегнуть. За Божественной Литургией Владыка Николай зачитал послание Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла по случаю Дня Трезвости. Затем обратился ко всем присутствующим с проповедью о трезвом образе жизни. Также в этот день были вручены удостоверения всем окончившим богословские курсы при Иоанно-Причеченском соборном храме. За усердные труды во славу церкви и по случаю 60-летнего юбилея была награждена руководитель Народного хора «Уральские узоры» города Кумертау Тамара Столярова. После Божественной Литургии днем в Парке культуры и отдыха имени Гагарина прошли праздничные мероприятия. Здесь были представлены игровые спортивные площадки, мастер-классы, беседы о вреде алкоголя. Задача Дня Трезвости – показать, что жизнь радостна, можно и в трезвом состоянии. Я хотел бы на своем собственном примере, на примере ребят, которые нас поддержали из спортивного клуба «Лиги ООН», и на примере многих-многих других, показать, что жизнь трезвая – это здорово. В рамках акции желающие рисовали рисунки, пропагандирующие трезвый образ жизни. Мероприятие проводили воспитанники и преподаватели воскресной школы, активисты городских молодежных православных движений, спортсмены и представители храма. На сцене перед собравшимся выступили казачий ансамбль «Воля», а также рок-группа «Череда». Я считаю данное мероприятие очень полезным, актуальным в наши дни. Это для наших детей, для нашего подрастающего поколения является примером, показателем того, как можно проводить свое свободное время. Вообще уникальное мероприятие сегодня проводится у нас в городе. Это свидетельствует о том, что в нашем городе очень много людей, креативных людей, неравнодушных людей. Они настолько озабочены этой проблемой, живут этой проблемой и пытаются донести в город, в молодежи в первую очередь, о том, что все-таки здоровый образ жизни сегодня – это именно тот путь, который развивает молодежь. И сегодня это просто модно. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия ежегодно и привлечь для участия в них еще больше людей.